Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 82-м уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать виджет угловое меню. Обращаем внимание, значит, в правый верхний угол и мы видим знакомую иконку, которая говорит нам, что, скорее всего, это меню. Если мы наведем туда мышь, то вот всплывает вот такое вот красивое такое менюшечка. Также здесь, видите, есть еще при наведении на сами менюшки, есть еще и дополнительные подменюшки, соответственно, можно на каждый пункт меню повесить свою ссылку и, соответственно, название все меняются на свои. Давайте перейдем в Adobe News и я вам расскажу более детально об этом виджете. Когда вы установите виджет, у вас будет вот такая вот папочка и там будет три вариации меню. Ну, давайте начнем с первого. Перетаскиваю на холст. И что вы видите? В настройках вы видите знакомый уже такой вид, а это ничто не есть как параметры композиции. Это и есть как бы та самая композиция, которую мы с вами уже проходили в уроках, которая встроена в самой программе Adobe News. А просто вот этот виджет это некий фреймворк. То есть, по сути, такое меню вы сможете руками самостоятельно создать. Конечно, нужно определенные навыки иметь через вот этот вот параметр композиции. То есть, вы, например, в библиотеке мини-приложения вытянете параметр композиции, да, и вы сможете создать такое меню. Соответственно, вы здесь видите, здесь такие необычные фигуры, вот эти вот цветные менюшки, да. Muse такое делать не умеет. И, соответственно, также здесь это у нас просто триггеры, и у нас это просто PNG-картинка. Если мы зайдем внутрь триггера, то вы видите, я вот сейчас вытянул, а это у нас просто PNG-картинка. Соответственно, в Muse здесь цвета кнопок вы не поменяете, да. Понятно, что PNG-картинка, вам придется либо на Photoshop создать такие же картинки, либо скачать их отсюда, засунуть в Photoshop и поменять им цвет. Так, далее. Думаю, вы, в принципе, здесь уже сами разберетесь, если вы знакомы с библиотекой мини-приложения Adobe Muse. Смотрите, текст меняется, да, несколько раз входите в текст, кликайте так, чтобы у вас там замигал курсор. Выделяем и меняем любой текст на свой. Например, кнопка. Здесь заданы другие параметры. Видно, что расстояние между буквами большое. Выделяете текст, идете в инструмент текста, и вот здесь вот есть такой параметр Tracking. Видите, стоит 7. Ставите 0, и отступа между букв исчезает. И, соответственно, здесь меняете свой какой-то шрифт, размер. Все это можно сделать здесь, как бы, без вопросов. Также можно как-то увеличить. Здесь вот я понятно, да, с текстом. И, соответственно, то же самое. Это у нас кнопка, а кнопка имеет ссылку. Также здесь гиперссылки. Вы вот здесь вот добавляете ссылку на любую кнопку. Значит, разобрались. Цвета тут не меняются, так как PNG картинки. Менять как, значит, сами текст на кнопках мы поменяли, а у остальных меняется по аналогии. Дальше. Если вдруг вам не нужно, например, еще дополнительно всплывающие менюшки, да, то вам нужно эти, как бы, триггеры удалить. Выделяем и удаляем. И удаляем текст. Выделяем, удаляем. Удаляем текст. То есть вот таким вот образом можно удалить под меню. Итак, давайте попробуем разместить нашу галерею в угол. То есть вот так вот выделяем таким образом, чтобы вы могли поднести ваше меню к верхней части. Здесь как бы выравниваете по углу. И давайте перейдем в Adobe News. Это меню, оно зафиксировано. Если я прокручиваю, оно всегда висит в углу. И про наведение. Видите, да, тут текст я менял. Все у нас работало. И вот под менюшки остались там, где я их не удалил. Симпатичное меню. Используется где-нибудь в своих проектах. Также, кстати, здесь можно как-то поиграться с настройками и попробовать, может быть, какой-то другой эффект. Может быть, будет смотреться интереснее. Видно, да? Как бы кнопки появились сбоку. То есть не просто они, а как бы выскочили. В общем, здесь нужно просто поиграться, посмотреть. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Виджет вы скачаете на моем сайте. Ссылочка под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг пейдж, делайте их круто! Делайте ленитинг пейдж, делайте лендинг пейдж. Продолжение следует... Продолжение следует...